От студенческой организации с апреля по ноябрь. И вот какое бы время я ни подал, у них все места грубо заняты. Правозащитник Сергей Измайлов показывает список мероприятий, запланированных в Петропавловске на севере Казахстана до ноября этого года. Ссылаясь именно на этот список, Акимат не дал разрешения на проведение митинга 2 июля. По словам Измайлова, все места для мирных собраний якобы будут заняты молодежными организациями города. Но факт в том, что все они получают госзаказы от управления внутренней политики. Любой человек, который будет подавать, они могут ссылаться как то, что будет проводить мероприятие данная молодежная организация студентов. И как считаете, по ноябрь, а в ноябре дальше еще что-нибудь придумают. И там оказаны все специализированные места и даже не специализированные места, которые Маслихат даже не разрешает. То есть у них даже проводится в тех местах, где они не должны проводить. В июле будет 500 дней, как украинцы защищаются от полномасштабного вторжения России. Мирные митинги в поддержку Украины члены неизрегистрированной партии «Алга Казахстан» планировали провести как минимум в 10 городах Казахстана. Однако ни один Акимат не согласовал собрания. Отклонены все 40 уведомлений. В этот раз как причину отказа некоторые Акимы указали угрозу безопасности государства. Они боятся скопления людей и то, что люди будут выражать собственное мнение, говорить о своих недовольствах или высказывать мнение в защиту людей или той же Украины. Все это им не нужно, потому что сегодня власть узурпирована, диктатура, и им выгодно, чтобы люди молчали. Один из городов, где активисты хотели провести мирное собрание – это Астана. Аким столицы Казахстана сообщил, что с начала года в городе прошли сотни мероприятий и с пометкой «Вероятно» заявил, что есть причина, по которой митинг 2 июля не был разрешен. В городе определены места, где могут проводиться подобные мероприятия. Значит, на тот период или это место было занято, или какие-то разрешительные документы, то есть запрос был оформлен не так. Я эту информацию первый раз сейчас слышу. Здесь нет никаких строительно-монтажных работ, здесь нет никаких официальных мероприятий. Активисты сомневаются в словах Акима, так как ни разу убеждались в том, что отказы Акиматы могут давать по формальным причинам. Часто якобы занятые места могут быть вполне свободными. Вопрос к Акимату города Астаны. На каком основании было отказано проведение мирного митинга? В Казахстане часто нарушается право граждан на проведение мирных собраний. По данным правозащитной группы «Активисты-неэкстремисты», в течение последних трех лет Акиматы отклонили около 500 заявок. С начала войны в Украине в Казахстане был разрешен только один митинг в поддержку Украины. Другие 80 заявок не согласованы. Казахстане Казахстане Казахстане